Вот знаете, что самое обидное? Таких комментариев очень много. С издевками, подколами, какими-то насмешками. Давайте будем адекватными. Причем здесь Россия? В такую ситуацию может попасть любая женщина, которая одна воспитывает ребенка. В такую ситуацию, когда переезд, когда у тебя двое суток вещи запаковать, перебраться, обустроить новое жилье, что убрать квартиру после строительного ремонта, это очень тяжело на самом деле. Все, кто это делали, прекрасно это знают. Я вчера шла домой, я аж плакала. У меня поразрывались, пучки поразрывались, вон раны под ногтями кровавые. Я так драила вчера эту квартиру. Посмотри на мои пальцы, у меня поопухали руки. Я сама сегодня проснулась с соплями, с больным заложенным горлом, с отечностью. Ребенок с температурой, которая не спадает уже вторые сутки. И завтра у меня крайний день, я должна выехать. И это все сваливается на меня одну. И это не зависит от страны. Каждая женщина, которая когда-то рискнет поменять свою жизнь, с этим столкнется. Каждая женщина, которая сама переезжает с маленькими детьми или со взрослыми, она прекрасно понимает, о чем я говорю. Каждая. И только вы злорадствуете. И только вы злорадствуете. Вот в этом разница. Понимаете, русские бабы, они меня поддерживают. Они даже мной гордятся, что я одна приехала в их страну и строюсь. И что у меня будет мое гнездышко. Будет уголочек наш с дочкой здесь. И мы часть Российской Федерации. Понимаете, как одной большой семьи. А вы сидите в Украине и только ядом брыжете, говном, блядь, мажетесь. На проституток, которые у вас сосут, блядь, от Вильнюса до Берлина, вы внимания не обращайте. Они у вас порядочные женщины. А те, которые дома с детьми жизнь свою строят, ну просто живут в России. Для вас плохие. Все актрисы, все какие-то не такие. Но вы забыли одно но. Это моя жизнь. Я не прошу вас, чтобы вы меня жалели. Я о ней рассказываю. О том, через какие трудности я прохожу, для того, чтобы чего-то добиться. Я не просила у вас жалости и подъебона. Не просила. Понимаешь или нет? Мне не нужна твоя жалость. Мне не нужны ваши издевки и подстежки. Но на своем личном примере я хочу, чтобы все девчонки знали, если вы решитесь переезжать, это будет тяжело. Если вы решитесь уйти от мужа с маленькими детьми, это будет тяжело. Потому что это действительно очень тяжело, когда ты один и ты еще в ответе за маленькую жизнь. Это безумный, кропотливый труд и ад. Потому что ты один. И ты еще за кого-то несешь ответственность. Я вот для чего это делаю. А еще честно говорю, я хочу через год жизни посмотреть на себя со стороны. Вот как я вот такая замученная, сопливая, заплаканная, с этим всем уставшая, больная, рвалась. Рвалась в бой с судьбой и с удачей, чтобы выгрызть, блядь, свое место под солнцем для своего ребенка. А вот что будешь смотреть ты через год? Всего хорошего. И еще одно. Знаете, чем я от вас отличаюсь? Я не сижу на лавочке, жду нов и не жду, когда тряпка на администрации цвет поменяет. Понятно? Не тягают флаг своей страны по всем ЛГБТ-парадам по Европе. Нет, я взяла свою жизнь в свои руки, сделала свой выбор и ни капельки о нем не жалею. Да, я переехала в Россию, да, мне тяжело, я строюсь. Но то же самое бы меня ждало и в Европе. Есть только одно но. В Европе я бы никогда не купила себе квартиру. А в России у меня это получилось. И теперь у нас есть дом, родина. Даст Бог, будут и друзья, и товарищи, и полноценная семья со временем. И самое главное, я даже поступила учиться. Так что чао-какао, крошка, не бросай говно на вентилятор, а то тебе ебало заляпало. Так что чао-какао, крошка, не бросай говно на вентилятор.